Благолы моя, Внуши Господи, Раду бедвание мое, Подмиг нас умоление моего, Царю мой и Боже мой, Я тут тебе помолюсь, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, В терпении Твоем стержал я всем жду Твою общепреподобня, В молитвах непрестанно терпевый, Нищевый возлюбивый и сия удовлетворивый, Но молись о Христу Богу и о немилости и блажении, Спастися душам нашим. Так мы возвеличиваем святителя Иоанна Милостью, Патриарха Александрийского. Жизнь у него была, сначала он был женатый, Имел детей, а вдовев он принял монашество И был избран на патриарший престол в Александрию. И вот здесь, когда его почтили великим этим саром, Он приехал к своему эконому, сказал, Всех моих господей найди и запиши их. И сколько, он спрашивает, каких господей нищих, убогих, сирых. И всем он назначил, Как сейчас нам государство дает пенсию, А тогда он назначил каждому по силе возможности давать милостыю. И вот что же возлюбленные братья и сестры, Почему он назван святителем Иоанн Милостей? Потому что он всю жизнь потом старался делать добро. И видел он жену, которая явилась в венце масленичном. А масленичный венец – это милость. Еле – это милость. И вот вся жизнь его была связана, Как святителя Спиридония Требепутского, Так и святителя. Он тоже с Кипра, Тоже он был как родиной с Кипра, А потом уже был в Александрии, патриарховом там. Что же возлюбленные братья и сестры Предлагают нам сегодня Слово Божие? Посмотрим мы. Будем учиться, что нам говорят. Святые апостолы, апостол Павел нам говорит, Написано нам в наставление, Чтобы мы терпением и утешением из Писания Сохранили надежду. Видите, как? Веру, потом и шкла надежду, И третье – любовь. Но откуда же нам взять терпение? Господь знает, Как трудно нам слабым, грешным людям Быть всегда неизменно терпеливыми. Но верою мы можем этого достигнуть, Верою в Отца нашего Небесного. Он называет себя Богом терпения и утешения. К Римлянам, 15 глава, 5 стих. Молитесь же о неспослании вам Духа Святаго, И Он даст вам терпение. Он утешит вас, Снисходя к вашим немощным. Спаситель обещал послать Учешителя Духа Святаго, Духа Любви, Духа кротости и терпения Тем, кто просит о нем. Молитесь же, Чтобы Господь вложил терпение В сердце ваше, Чтобы Он обратил вашу волю В свою волю И покорил себе все существа ваши. Тогда ваши глаза Откроются прозрению истины. Тогда вы уразумеете Писания И найдете в них неложные обещания О спасении вашим и всего человечества. Тогда благодатью Духа Святаго Вы увидите на себе Осуществление обещанного. И у вас самих терпение Будет иметь совершенное действие. Говорит апостол Иаков 1 глава 4 стих. И надежда ваша Обратиться в действительность. Вы слышите? И надежда ваша Обратиться в действительность. Вот так возлюбленные братья и сестры По вере жили все святые. Почему я всегда радуюсь за вас, Что вы любите Господа? Любим вас. Это превыше всего, Когда наше сердце Приложено к Богу. И пророк говорит, Благо мне есть Приметайтеся Господу Господу, Нежели житель Вселенной грешничею. И как Хорошо возлюбленные, Что Наше сердце, Наша душа Стремится Стремится Господу Как лань На источнике Водная елень, Так и мы Стараемся Здесь почерпнуть Духовное Слово. Что же еще, Братья и сестры, Господь предлагает нам? Он предлагает, Чтоб мы были Не только Милостивые И верующие, Но и терпеливые, И кроткие, И молились Даже не только За друзей своих, Но и за врагов. Вы скажете, Как это, Барюшка, За врагов молится? Да у нас врагов-то и нет, Как будто бы. А помните, Господь В крестных страданиях Как Он молился? Господи, Прости, Они не видят Что такое. Посмотрим, Как же нам, Какое иметь терпение, Какое должно У нас смирение, Чтобы Пользоваться Этим даром. Евангелист Лука В 23 главе 34 стих Говорит, Отче, Прости им, Ибо не знают, Что делают. Христос на кресте Молился Этими словами За своих врагов. И эта молитва Должна быть Образцом Для каждого Из нас. Мы должны Сочувствовать Всем и каждому. Радоваться С радующимися И плакать С плавающими. Понимать Людские скорби И извинять Их слабости. Ставить Себя на место Всех Людей, Даже Обижающих Нас. Не судить Никого, А надеяться На исправление И спасение Всех людей. Мы должны Обходиться С каждым Кротко И ласково. Не презирая Никого И ни в ком Не отчаиваясь, Потому что Христос Никого Не презирал И не отказывался Даже От самых Отчаянных Грешников. И он как сказал, Я пришел Нигде праведников, Нигде грешников. Нездоровые Не допустим Жанни на минуту Духа злоба В наше сердце. И если в нашей немощи Нам трудно простить, Будем молиться За обидевших нас. Молитва Молитвою Камень обиды Будет отвален Нам Станет легко И радостно. И тот, За которого Мы молились, Делается нам Близким И дорогим. Вы, наверное, Помните, Братья и сестры, Как два друга Рыбака Жили мирно, Счастливо, В любви, Согласии, А потом Что-то получился У них раздор. Да, Башка. И они Сделались Ненавистниками Турк друга. Помните, Я это вам рассказывал? Да, Башка, помню. Повторите ли вы? Повторите ли вы? Повторите, я не знаю. Да. И случилось Великое Несчастье. Разыгралась Сильная Буря. И тот Человек, Который Был Другом Этого, А потом Врагом, Он оказался В бушующем Море. Лов был Очень Хороший. Лодка Нагружена Рыбой. Но Все Больше и больше Захляд Волна В лодку И он Думал, что уже Близко Погибели. И этот Его Бывший Товарищ А потом Враг Как будто Они стали Врагами Он Сказал Как же Господь Молился За врагов. А он Он же Был Недруг. И в эту Бурю Он схватил Свою Ветхую Ладью И отправился В бушующем Море, Чтобы Спасти Свою Недруга. И когда Он подплыл К этому Человеку, Он сказал Как же Ты Был Мы с тобой Враги, А ты Меня Спасаешь. А Господь Сказал, Что Молитесь За врагов Ваших. Я вспомнил Эти слова Ты Не враг Мой, А друг Мой. И Обнялись Поцеловав Они Кротко С радостью Добрели До берега. Доплыли До берега. Вот так Возлюбленные И мы Должны Кроткость И смирение Дойти До тихой Пришлини. А тихая Пристань Это Христос Спаситель. Поэтому Будем Всегда Помнить Его слова. Молитесь Друг за Друга Да И Исцелите. Много Поможет Молить И Что Еще Возлюбленные Добавить Добавить Что Мы Все Грешные Пред Господом И Мы Все Стараемся Исповедовать Свои Согрешения Согрешаем Согрешения Так Как Как Будем Восходить По Лестнице Когда Расстанемся С земной Долью Вот Это Что Мы Перечислили Все И Ангел Хранитель Будет Вести Нас По Этой Лестнице И Демоны Когда Мы Делали Тот Или Другой Грех И Не Каялись У них Поэтому Чистое Раскаяние Дает Нам Освобождение От Греха И Господь Говорит Кого Простите Проститься Им И На Кого Удерживайте Удерживаться Им Поэтому Будьте Всегда Внимательны Старайтесь Делать Добро И Убегать От Зла Особенно От Греха Вот И Господь Тогда И Помилует И Спасет Каждого Нас Аминь Каетесь Господь Бог Наш Иисус Христос Благодать И Щедрот И Щеколюб Да Простит Вам Чадо Ваше Согрешение И Аж Недостойно Протири Власти Гомеданную Прощаю И Разрешаю Грехов Ваших Во имя Отца И Сына И Святаго Духа Аминь Пскуя Пскуя Шаташа Языци И Люди Поучишся Четны Представша Царей Земсти И Князи Собрашся В Купе На Господа И На Христа Его Христа Пскуя Пскуя Продолжение следует...